Хаадишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще и в новую серию нашей рубрики Операции в Майнкрафте. Да, ребята, эта серия была выпущена в честь Хэллоуина, небольшого праздника. Поэтому, ребята, как видите, уже наступает ночь, поэтому тянуть мы не будем и давайте сразу же приступим к серии, посмотрим, что же нас ожидает сегодня. Так, а что у нас, кстати, продает Доктор Стив? Так, у нас есть новое в магазинчике, у нас есть кирка алмазная за 25 баксов. У нас сейчас, ребята, есть ровно 40 баксов. Мы, в принципе, наверное, сейчас купим вот эту кирку, да, мне кажется, да, купим вот эту кирку, а старую каменную выложим просто нафиг, потому что она нам реально просто не пригодится. И потом купим, наверное, вот эту книжечку с зачарованием на Fire Aspect и зачаруем наш странный зеленый меч на что-то полезное. И давайте, ребят, посмотрим, кому же мы будем делать операцию в этой серии. Веселый клоун, да, как я вижу. Что-то, если честно, он не очень, не очень веселый, но давайте посмотрим, что он нам скажет. Привет, Эйсон. Хэллоуин, да, ты тоже пришел, отмечай Хэллоуин. Ребята, а вы не смотрите, вы не смотрите, вы ставьте лайки, потому что один лайк это одна конфеточка на Хэллоуин. Да, поэтому, ребята, не тяните, ставьте лайки. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте приступим к самому делу. Эдисон, у нас есть проблема. Мой братик ходил и убил, веселил, веселил детей на Хэллоуине. И дети оказались настолько злыми, что просто избили его до полусмерти. Такая просьба, спаси, пожалуйста, моего брата. Клоуна, да, мы два клоуна, не удивляйся, мы вместе работаем уже много лет, чтобы мы дальше смогли веселить, да, веселить местных жителей и радовать всех конфетками за лайки. Да, про лайки не забывайте, да, конечно. Ну что, справишься, а? Какой-то ты не очень веселый клон, как я вижу. Но, в принципе, ребята, мне кажется, нужно помочь всем, всем. И да, одна конфетка, один лайк, поэтому, ребята, вперед. И знаете, что даже вперед, не забывайте писать в комментарии, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Как я уже сказал, это может быть любой персонаж, которого вы только захотите, ребята. С мультиков, с фильмов, с кино, с чего угодно, ребята. Напишите, кому угодно вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Не стесняйтесь, подумайте хорошенько. Или не думайте, можете первого попавшегося, первого пришедшего в голову написать. Ребята, я прочитаю все комментарии и выберу самого хорошего. Как вы, ребята, уже видите, наступила ночь. И давайте посмотрим, что же тут реально произошло. Как я вижу, еще один веселенький клоун, да? Еще один веселенький клоун. Ребята, как видите, это реально Хэллоуин. То есть, конфетки везде валяются, везде тыковки. И как я вижу, реально много злобных детей, которые... Которые реально зашмонали вот этого просто... Которые зашмонали вот этого бедного веселого клоу... Веселого? Ну, в принципе, да, веселого клоуна, который зашмогали. Ребят, мне кажется, нужно справиться вот с этими злыми детьми. И спасибо вот этого несчастного клоуна, потому что его... Веселенький братик скучает, если честно. Да. Поэтому, ребята, давайте мы сразу отправимся. Давайте мы сразу отправимся. Так, не хулиганьте там, а! Не наступайте на вот эту плиту, не хулиганьте там. Ребята, нереально вот это... Сколько хулиганов тут собралось? Так, хватит с меня. Хватит с меня этих детей. Одеваем наш генеральский костюмчик. Опа. И вступаем, ребята. Сейчас будем вступать. Вы видите, они 100% не будут сейчас у меня конфетки просить. Они 100% конфетки не хотят. Мне просто реально злобные дети, которые всех убивают. Даже убили вот этого миленького клоуна. И все же вы реально конфеты хотите. Ну, простите, ребятишки, у меня конфеток нету. Держите мясо. Вот видите, не хотят. А может, нереально просто хотят со мной подружиться? Нет. Не хотят 100%. Я проще... На тебе. На тебе. Я проще их отсюда начну валить. А ну. Или я не... Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Они 100% не хотят подружиться. Так, иди сюда, Рома. Да? Иди сюда. Не, не, не. О, мелкий Игорь. Так, что с них выпало интересного? Что с их, ребята, интересного выпало? Я что-то видел. О, вот. Вот, что-то выпадало. И вроде все. Так, кстати. Вот тут есть еще один ребеночек. Ага. Вот как, да? Вот вы непослушные дети. Даже нахи... О, нифига себе, как я... Офигеть. Как-то быстренько. И самый последний. Самый последний белобрысый ребенок. Который тут гулял. На тебе, зараза. На тебе, зараза. Бедный клоун. Бедный клоун. Что вы с ним наделали нафиг? Офигеть. Клоун пришел веселить детей на Хэллоуин. Они его просто чуть не завалили. Ну, не суть то, что у него просто с грудной клетки торчит нож. Весь окровавлен, да? Не суть. Не суть. А, это его нож, да? То есть, это нож клоуна. Веселого нашего клоуна. Не, это не кровь, ребята. Это искусственная кровь. Это же Хэллоуин. Типа там, грим. Вот это все. Косплей, можно так сказать. Так. Что бедные дети сделали с клоуном? В первую очередь, я вижу то, что нам клоун нужно просто вылечить его носик. Потому что нос у него, с носом у него были проблемы. И что-то нужно делать. Что-то нужно делать с этим ножом. Он, в принципе, еще жив, ребята. Он еще жив. Не беспокойтесь, с нашим веселеньким клоуном еще все в порядке. Он еще жив. Но нам нужно решить, как мы можем вытащить этот нож. И будет ли с клоуном все в порядке. Так, ребята. Приступаем. Приступаем к нашей операции. Ну, в принципе, нос мы уже вылечили, да? Сейчас нужно как-то убрать вот этот нож. Который торчит, реально просто торчит с грудной клетки. Это, ребята, не очень хорошо. Это не очень хорошо. Так, как бы еще вот эту кровь убрать. Это, ребята, не очень хорошо. То, что ножик вот так торчит у него. Мне кажется, с клоуном будет плохие дела. Очень плохие дела. Поэтому, ребята, давайте мы будем быстренько убирать вот этот нож. Да, убирайся, твою мать. Так, один, два, три, четыре. Еще бы. Вот, рукоятку еще нужно убрать быстренько. Вот, вот. Опа, опа. Так, бедный клоун, ребята. Бедный клоун. Кстати, да запрыгни ты нафиг вот сюда. Опа, вот так. Замечательно, ребята. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать, ребята. А, кстати, у меня такой вопросик. А вам нравится Хеллоуин? Я знаю то, что в наших странах его не очень так отмечают, да? Потому что это больше такой, ну, зарубежный, да? Праздник. Я знаю то, что у нас его не отмечают. Но все же, ребята, Хеллоуин это тоже, в принципе, прикольная такая вещичка. Это дает знать то, что скоро уже Рождество, Новый год и все остальное. Поэтому, ребята, любите ли вы Хеллоуин или нет, напишите в комментарии. Мне реально будет интересно почитать. Так, с ножиком мы справились. Это самое главное. Сейчас нужно как-то залатать вот это все. Еще нужно вот эти окровавленные частицы вынять. Вот эти поврежденные его части тела. Офигеть, что дети с ним натворили, ребята. Это просто жесть. Видите, какие дети в наши дни пошли? Маньячины просто. Просто реально настоящие маньячины. Не водитесь, ребята, не дружите с такими маньячинами. Я вам честно говорю. Так, полностью нож мы смогли вытащить, излечь отсюда. Сейчас нужно как-то залатать вот эту рану. Нужно дать ему... Нужно дать... Так, ребята, у меня там вроде завалялся... У меня там завалялся... Так, все, с твоим братом все, все хорошо. Сейчас, сейчас он вернется к тебе. Пойдете дальше выселить... Вы же веселый клоун, да? Пойдете дальше веселить ребятушек и все остальное. Ребята, у меня тут есть лечебная слизь. Мы поместим ее внутрь раны, чтобы она там все... Залатала, можно так сказать. И у меня, ребята, есть два укола с адреналином. Мне кажется, один даже сойдет. Даже один укол сойдет вот этому клоуну, чтобы он выжил. Нужно ему просто заря такое дать, потому что это же смертельная рана. Мы же попытаемся вытащить этого клоуна с того света. Мне кажется, он уже одной ногой там. Ой, я забыл вытащить, я забыл вытащить. Не умирай, не умирай. Так, ребята, адреналин. Нет, давайте знаете что. Давайте мы сначала залатаем вот эти все дырки. Лечебной слизью. Она, ребята, делает очень хорошую работу. Эта слизь просто чудо, чудо медицины. Доктор Сив советовал, говорил, Эдисон, бери, не пожалеешь. Все пациенты живы будут, спасешь всех. Даже кому башку оторвало, ой, это чуть мне не оторвало, да. Но зато, видите, у меня была слизь в руках и не оторвало же. Рекомендую. Лечебная слизь от доктора Стива. Стив, Стив хреново не посоветует, ребята. Да, поэтому мы поместили слизь, даже одна еще осталась. Больше никуда ее не нужно поставить. От импотенции. Между ног. Мне кажется, клоуну пригодится. Да, сейчас, ребята, сейчас. Сейчас нужно, нужно дать ему укольчик адреналина, чтобы он прям взбодрился нафиг. Потому что слизь, конечно, будет делать свою работу, сто процентов. Но он уже видит свет в конце туннеля. Поэтому, ребята, нужно его оживить. Ребята. Или он выживет, или я себе этого не прощу. Твою мать, я себя, я себя уколол случайно. Я не хочу, дар колыга, дар колыга. Ребят, я хотел ему укол дать, а случайно себя кольнул. Так, адреналин, успокойся. Ребят, нужно узнать, куда ему нужно кольнуть. Вот почему я себя кольнул. Потому что его нужно было в рану. Самую большую рану. Не, не, не. Вы на вот это не смотрите. То, что у него там дырка в грудаке. Его нужно колоть в нос. Главная фишка клоуна, это нос. Вопа. Ох. А почему меня-то вштырило? Я что, опять себя кольнул? Клоунчик, ты, конечно, извини. Но ты сегодня, походу, без ареналина. Останешься, поэтому... Твоя же вещь и так, да? Вот дар колыга просто. Просто дар колыга. Так, ладно, ребята. Нужно залатать его костюмчик, потому что, как вы видите, злобные детишки порвали его костюмчик. Это очень фигово. Очень фигово. Смотри, да... Так, нет, я вот это поставил. Ай, ну немного будет для другой цвет костюма. Ладно, это фишка. Ты же клоун, да? И сюда, и сюда. Опа, опа. Так. Вроде все, как я понимаю, да? Клоун. С тобой вроде все в порядке. Мы, ребята, спасли веселого клоуна. Нужно сказать это его брату. Нужно сказать. Мне кажется, он будет очень даже этому рад. Так, веселый коунчик. Мы твоего брата, в принципе, спасли. Иди там его проверим. Мне кажется, с ним все в порядке уже. Нифига себе спасибо, Эдисон. У меня еще есть одна просьба. Старый, старый ножичек моего брата поломался. Пожалуйста, одолжи ему свой ножичек. Не спрашивай, зачем мы же веселые клоуны Йохана. Просто сделай небольшое одолжение, а? Ну ладно. Ножик. Ножик клоуну. А, я знаю. Он же тыквы резать будет, да? Резать тыквы и раздавать детишкам, чтобы они их кушали. Точно. А я думаю, зачем ему ножик пригодился? Я думаю, зачем ему ножик, да? Я, кстати, у меня нет ножика, как я понимаю. Может, у Стива сейчас будет. Но давайте, ребята, посмотрим. Если у меня это боевой ножик. Мне кажется, боевой ножик клоуну не очень так подойдет. Хотя, а у Стива есть какой-то ножик? Есть ножик. Это кухонный нож. Не буду я сейчас тратить 5... Я жадный. Не буду я тратить 5 баксов. Я лучше дам ему свой. Лучше дам ему свой ножик. Боевым ножиком же тоже можно тыквы резать, да? И чем вы там вообще занимаетесь? Веселые мои клоуны, да? Как же он на меня смотрит устрашающе. С улыбочкой на лице. Да. Поэтому держите, мистер клоун, свой ножичек. Я сразу кладу его вам в руку. Развлекайтесь дальше. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в следующей ночи. В следующую ночи на Хэллоуин. Или лучше с ним не встречаться. Надеюсь, что вы сможете развлекать дальше детей. Поэтому, ребята, в принципе, мы справились с клоуном. Мы... В смысле, мы его спасли. Убили. Убили злых детей. Которые просто поиздевались над клоуном, да? И сейчас... Сейчас, ребята. Сейчас мы пойдем. И, наверное, поспим. Потому что я реально устал. Все. Я спас твоего брата. Ваш кроунский бизнес, в принципе, может дальше продолжать. Существовать. Мне реально нужно, наверное, вздремнуть. Пойду, ребята. Я, наверное, реально посплю. Ой. Ой. И подожду следующего дня. Потому что опять Хэллоуин. Опять праздник. Опять все отлично. Ой. Недолго я спал. Но вот наступил вечер. В принципе, я днем же уснул. Сейчас вечер. Я, ребята, что-то проголодался. Но вспомнил то, что у меня... У меня в холодильничке завалялась бутылочка вина. Я, ребята, предл... Безалкогольного, конечно. Без... Как, знаете, есть детское шампанское. Так, это... Детское виноградное вино. Сладкое. Безалкогольное. Поэтому, ребята, только из-за этого предлагаю вам... Пупить кап... Нет. Давайте я выпью все же вино. А вам просто яблочного сока. Это, конечно, детское вино. Но, ребят, просто яблочного сока. 100% просто в честь Хэллоуина. Замечательный праздник. Я еще не выпил, но уже разговариваю, как реально будто я пьяный. Но, ребят, давайте чокаемся. Опа. Замечательно. Ребята, мне кажется, на этом уже можно обращаться. Мне так кажется. Поэтому, ребята, давайте... Ехали попай... Твою мать, ты какая... ДА... Нет-нет-нет, пацаны. Не пацаны. Не пацаны, пацаны, пацаны. Я вас спас. Я вас нафикс... Так. Ехали попай. Так... А, вот вы какие веселые клоуны, да? Вот вы какие веселые клоуны, да? Где вы... Твою мать, твою мать. Вот какие... Ребят, смотри, какие вы несутки. Маньячины кончат. Манечины кончены Нифига себе у них башки большие У этого побольше будет Вот кто главный в доме Чёртовое копьё Чёртовое копьё на 8 урона Ребята Что-то Мы все сразу что-то заподозрили Что это были необычные клоуны Реально какие-то слишком Не-не-не-не Ребята как видите я их даже не убил Они походу только оглушились Ребята мне нужна ваша помощь Прямо сейчас ставьте лайки Потому что они вернутся на следующую хэллоуинскую ночь И просто меня во сне закукошат Поэтому ребята жду вас всех тут Приходите со своим оружием У мамы ножик с кухнистым взите У папы гаечный ключ с гаража Берите всё и сюда марш Ребята я вас жду тут Потому что они скоро вернутся Ещё подкрепление с собой возьмут 100% У них там вообще какая-то маньячинская клоунская семья Поэтому ребята жду вас всех В следующую ночь хэллоуинскую жду на этом месте Про лайки тоже не забывайте Лайк Одна конфетка И одна Я хотел сказать Пиз... Один фофан Этому клоуну Поэтому ребята лайки И также пишите в комментариях Кому вы хотите Чтобы я сделал операцию в следующей серии Конечно же Кому угодно Скажу вам большое спасибо За просмотр И болю я ребят отсюда Потому что они реально скоро оживут И мне будет жопа Поэтому ребята Давайте до завтра Встречаю вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok